Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. По обновленным сведениям об эпидемиологической ситуации в стране, по состоянию на 2 апреля зарегистрировано 402 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 26 благополучно выздоровели. Три случая обернулись летальным исходом. Третья жертва зарегистрирована вчера, 1 апреля. За последние сутки количество инфицированных эпидемий увеличилось на 16 человек. Еще почти 22 тысячи человек оказались в зоне карантина. Все они жильцы комплекса «Асларман» в Карасайском районе. Территория ЖК отцеплена. Для дежурства по периметру привлечены военные. Здесь будет организована врачебная амбулатория, где будет работать медперсонал именно для жителей этого микрорайона. Организована продажа продуктов питания по низким ценам. Ведется систематическая санобработка и разъяснительная работа. Отметим ЖК «Асларман» 5088 квартир. В каждом подъезде по 72 квартиры и проживает около 22 тысяч человек. 28 марта карантин был введен в одном подъезде ЖК «Асларман». Там жила девушка, у которой выявили коронавирус. 1 апреля инфекцию диагностировали еще у одной жительницы данного ЖК. Продолжаем выпуск. Товар есть, дефицита нет. Аким Алматинской области Аман Дагбаталов проконтролировал цены на социально значимые товары. Сегодня глава края посетил один из крупнейших супермаркетов областного центра и лично проверил ситуацию на рынке. Подробнее расскажет Азадж Маханов. «Магнум» – крупнейшая торгово-розничная сеть в Казахстане. Здесь реализуется более 9 тысяч наименований продукции. При этом порядка 50% товаров в магазине отечественного производства, включая молочные, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия. С объявлением режима ЧП в стране люди в буквальном смысле начали штурмовать супермаркеты, скупая практически все подряд. Однако это не вызвало дефицита и сейчас на прилавках наблюдаются все товары первой необходимости. Отметим, на сегодня в день здесь отовариваются более 2,5 тысяч человек. Запас товаров у нас имеется и в самом магазине, рассчитанный на неделю. Также есть большие запасы в распределительных центрах нашей компании. Есть запасы товаров и у поставщиков в том числе. Были небольшие проблемы в связи с ажиотажным спросом после объявления чрезвычайного положения. Этот товар был раскуплен, но сейчас благодаря и поддержке государства, потому что у нас открыты зеленые коридоры, поставка происходит бесперебойно. Картошка, морковь, мука и сахар. Одним словом, все необходимое есть в достаточном количестве. Амандык Баталов лично проверил цены на социально значимые товары и отметил, что повышение цен в столь сложный период для страны быть не должно. А потом у местные власти будут оказывать предпринимателям всю необходимую помощь. Главное – сдерживание цен. Завышение быть не должно. Сейчас это главное для населения. Я вижу, что все продукты на прилавках есть. Проблем быть не должно. Продолжайте работать. Мы со своей стороны поддержку оказываем. Сейчас через СПК ЖТСУ будем составлять договоры с крупными торговыми точками и сельхозтоваропроизводителями области, согласно которому они получат оборотные средства под банковский залог. Не только с магазинами торговой сети «Магнум», но и с другими крупными и средними магазинами, которые уже несколько лет на рынке. На сегодняшний день на эти цели из областного бюджета нами выделено 1 миллиард тенге. Далее на поддержку будем выделять еще. И действительно, цены на продукты приемлемые. Несмотря на режим ЧП в стране, прайс на товары первой необходимости сохранился. Рады этому, конечно, в первую очередь местные жители. Я здесь недели две назад был, наверное, по-моему, цена такая же была. Все устраивает, молодцы. Держат пока, как обещали. Цена нормально, доступна. Можно все приобрести, купить и спокойно никакого ажиотажа нет. В социальных сетях активно идет обсуждение того, что на прилавках отсутствует вот этот вот товар, гречка. Сегодня, посетив торговую сеть «Магнум», мы убедились, что особого дефицита нет. Товар есть еще и в каком количестве. Держите, держите, всем хватит. По сниженным ценам продукты можно приобрести и в других точках города, в том числе на складах социально-предпринимательской корпорации ЖТСУ и на коммунальном рынке областного центра. Цена ниже, чем в других магазинах, заверил Аким Талдыкургана. За одну неделю мы по сниженным ценам продали 50 тонн муки, 15 тонн сахара продали, 20 тонн картофеля, 10 тонн лука продали мы. Лук по 60 тенге, картофель по 80 тенге. Если на базаре продается мука по 8-9 тысяч, мы продаем его через СПК по 6,5 тысяч на одного человека, по одного мешка только отпускаем, чтобы не было бизнеса там. И сахар тоже на семью по мешку продаем. Отметим, на сегодня в Талдыкургане имеется два магазина торговой сети «Магнум». Амандык Баталов поручил местным властям рассмотреть возможность открытия еще одного филиала для жителей нового юго-западного жилого района. Азад Жумаханов, Абзал Нусипов, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Стражи порядка не только следят за общественным порядком на улицах и соблюдением требований режима ЧП, но и оперативно реагируют на все происшествия и обращения граждан. Несмотря на почти 50% снижение с момента объявления режима ЧП уровня преступности, по-прежнему находятся граждане, нарушающие уголовный кодекс. Оперативники задержали мужчину, который обоснованно подозревается в мошеннических действиях. Несколькими днями ранее за аналогичное преступление была задержана женщина. По обоим фактам ведется досудебное разбирательство. В управление города Талдыкурган обратилась гражданка, которая просит принять меры в отношении парня по имени Алмаз, который обманным путем под предлогом предоставления товаров завладел денежными средствами. В ходе проведения оперативно-ростных мероприятий был задержан 40-летний мужчина, уроженец Актюбинской области, который дал признательные показания по данному факту. В ходе следственных действий было установлено, что данный гражданин был причастен к аналогичным преступлениям по городу Талдыкурган и привлекался к уголовной ответственности по статье 190 Уголовного кодекса Республики Астан, то есть мошенничества. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok